Едва солнце коснулось неба, в этом доме хозяйки начали свой важный танец на кухне. В комнате они искусные повара. Сегодня дома будут отмечать праздник Навруз и нужно гостям к столу приготовить самое вкусное. Здесь я приготовила салаты для гостей. Все, что тут есть, весенний урожай, помидоры, огурцы и еще укробы. Еще самое главное у нас лепешки. Когда ты сам готовишь, это другое, а когда купишь, это совсем другое. Но когда своими руками готовишь, я думаю, что лучше будет. Но каждая хозяйка должна уметь сделать для себя что-то. Хлеб в Таджикистане всегда был особо почитаемым продуктом. И фарангиз едва ли не с рождения умеет заводить тесто и украшать лаваш любым предметом, попавшимся под руку. При этом все делать на кухне девушке комфортнее, сидя на полу. Так сложилось исторически, но и сама хозяйка не противится такому быту. Если что удобно, для себя мы так и делаем. Если что-то неправильно, если нам не нравится, мы сразу убираем. Ну, значит, удобно. Ну, я знаю, что русские некоторые, они просто стоят вот так и нарезают вот так стоят. Я думаю, что, ну, все разные. У нас есть стол, мы просто сидим на полу. А русские не умеют сидеть. Ну, когда русские придут, я знаю, много у нас в гостей русских бывает. Папа покажет им, как надо сидеть. Доброта и гостеприимство в крови у каждого таджика, шутит хозяин дома Хаджи Джунайдов. Если вас пригласили, первым делом обязательно усадят за стол и предложат помыть руки. Не где-то, а здесь же. Для этого интимного процесса есть специальный кувшин и продуманная чаша, которая скрывает все лишнее. Сидеть, спать и обедать таджики предпочитают на полу застеленным ковром и курпачой. Это специальный матрас, набитый ватой или хлопком. Праздники не исключение, а скорее наоборот, отличный повод вспомнить о традициях своего народа. Обычно Навруз в Таджикистане отмечают несколько недель, начиная с 20 марта, устраивая на улице шуточные бои и состязания. Также, если у нас коня нет, то мы борьбой не можем, ну, хоть угостим, в гости ходим. Вот это Навруз. Это очень уважение друг друга будет. Увидишься друг с другом. Это очень хороший праздник. Это мы ждали его. Во-первых, уже весна ждешь, и гостей ждешь. Все это очень приятно. Для гостей, конечно, уже подоспел традиционный таджикский плов. Чаша, в которую принято выкладывать блюдо, называется табак. Она вручную вытачивается из миндального дерева, которое также придает особый аромат готовому блюду. Но и на этом магия плова не заканчивается, если есть его руками. Как можно есть плов. Например, берешь, сначала вот так соберешь. Потом мясо не забывай. Да, мясо туда положишь. Вот мясо. И потом прижимаешь вот так плотно к табаку. Берешь вот так. Таким образом. Для того, что вкус получается очень хороший. Вот попробовать, например, ложкой и руками. Это большая разница. В солнечном Таджикистане на день весеннего равноденствия уже обычно природа оживает и все деревья в цвету. Днем температура прогревается до 25 градусов тепла. Припекает еще больше в Афганистане. Жители этой страны также отмечают навруз. Дастархан, который мог бы переломиться от обилия угощений, если бы не был организован на полу, накрывают и в Кабуле. Сначала мы готовим дастархана. В нашей дастархана есть 7 продуктов, которые начинаются с буквы СН. Это буквы СЭП. Например, СЭП – это яблоко, САБЗИ – это зелень, СЫР – это чеснок, СУМАК – это СУМАК, САМБУСА – это САМСА. Мы еще поставим наше дастархана, Куран, Тарел Кавада и зеркало. Эта семья Казими переехала из Афганистана в Екатеринбург два года назад. Глава семейства поступил в УРФУ на факультет журналистики, а жена учится там же на социального работника. Вместе с ними приехали четверо детей. Самый младший ходит в детский сад и учит русский алфавит. Дочь Мухадеса ходит в шестой класс. Сначала было очень трудно, потому что я ничего не знала, но очень тупая была. В Афганистане очень умная была, здесь тупая, очень сложная была. А теперь нормально все знаю, и учитель тоже помогает мне. Сложнее языка пока только природа на Урале. На календаре март, а за окном непривычные морозы. Снег как будто и не догадывается о том, что уже пришла весна, и настало время отмечать праздник Навруз. Солнечное торжество, которое на родине Мухадесы в Кабуле проводится широко и массово, теперь ей доступно онлайн. Навруз отмечают в Афганистане обычно 21 марта. Но подготовку к этому празднику начинают за 40 дней. Организовать пышное застолье, проживая в общежитии семье, довольно проблематично. Да и далеко не каждый продукт можно купить на рынках и магазинах Екатеринбурга. Впрочем, даже в таких минусах семья находит свои плюсы. Вместо большого весеннего пикника праздник Навруз получится уютным. Мы просто дома переготовим то, что в Афганистане переготовили. И дома все празднуем, потому что улица холодная, и невозможно там устроить пикник. Поэтому все дома празднуем. Я очень люблю хафт-мева. Это семь плодов. И хафт-мева – это сладкий десерт компота из семь сухофруктов и орехов. И это очень вкусно. Для хафт-мева нужны изюм, курага, орехи, ягоды алиастра и розовая вода. Поэтому сегодня греть сердце будет другой символ этого праздника – горячий напиток, где вместо листьев чая добавляются золотые тычинки шафрана. Просто добавляем в горячий воду. А это очень вкусно. По большим праздникам. Да, да. Потому что он дорогой. Да, да, дорогой. Пить чай обжигающий и ароматный в культуре и у азербайджанцев. Навруз-Байрам – отличный повод для подруг встретиться за чашечкой и обсудить новости. А также попробовать заглянуть в будущее. Мы взяли волос, на нем кольцо замужней девушки. Также мы его окунаем в воду три раза. Так, оно уже начинает колебаться. Раз, два, три. И все, и дожидаемся, когда он начнет колебаться. Видите, оно само уже начинает колебаться. Смотрите. Так, когда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, две... Два... Как вы можете видеть, наша дорогая Шейла, дай бог, выйдет камень с 22 года. И этот момент, когда проходит уже какую-то цифру определенную, ну, больше 25. Каждый стук удара, как, не знаю, удар по сердцу. У азербайджанцев Навруз-Байрам начинают отмечать за 4 недели до 21 марта. Каждый вторник символизирует природные стихии. И это время нужно посвятить друзьям и родным. Кстати говоря, о символике вообще. Даже та же традиционная наша пахлава бакинская, если вы видели, то есть она всегда украшена орешками. Там и фундук, то есть этот фундук или любой другой орех, это как символ звезд. А прослойка, то есть что это такое пахлава вообще? Это получается слоеное тесто. Обычно там 9 или 12 слоев. И даже это символизирует о том, что это как кора земли. То есть это все слои атмосферы и земли. То есть даже это настолько символично. Каждый наш праздник, каждое наше вообще событие всегда, где бы мы ни были, независимо от того, в каком регионе мы находимся, в какой стране мы находимся, мы помним любую дату нашего, нашей страны, нашего народа. Мы отмечаем любой праздник. Также прыгаем, то есть именно с общиной, да и не только с общиной, с семьей, с друзьями, с близкими. Для нас это очень важно. И как раз-таки находясь за пределами своей родины, это намного важнее, намного теплей, чем будучи вот в той стране. Мы очень часто это замечаем как раз-таки. То есть то, как сильно мы привязаны к своей стране, нежели чем те, кто они привыкли, они к это видели всегда. То есть они родились в этом. Для нас это очень важно, потому что нам этого не хватает. Для дизайнера Гюнель на Врусбайрам долгожданный день. Она заранее каждый год скупает лучшие семена пшеницы по всему Екатеринбургу, чтобы устроить своим друзьям настоящий праздник. На ее подоконнике и столе буйство сочной зелени. Эти проростки символизируют зарождение весны. И обязательно такой букет должен стоять на азербайджанском столе у каждого. Мы сначала замачиваем пшеницу в большом тазике, в большом объеме. Когда она росток уже дала, мы ее уже формируем в тарелочке, в которых мы будем ее проращивать. Формы, тарелочки, ее можно наматывать на бутылки. Получается красивая, только конусовидная форма растет. Есть очень много разнообразных видов интересных. И получается, когда мы ее уже в какую-то особенную форму положили, мы ставим ее опять так же на несколько дней в темное место. Два раза в день ее поливаю холодной ледяной водой. Многие народы, узбеки и киргизы обязательно на навруз готовят особое блюдо из пророщенной пшеницы, которое называется сумаляк. Многие ученые уверены, в глубокой древности это было ритуальное угощение, которое готовилось перед началом весенних пассивных работ. Перемолотые пророщенные зерна пшеницы варят в хлопковом масле много часов. И при этом в списке ингредиентов нет сахара, но сумаляк получается очень сладким. 21 марта в Наурыз собираются и все родственники у казахов. Это старший брат мой, это жена его. Самое время приготовить блюдо, которое является символом достатка и здоровья на грядущий год. Это Наурыз козже – соленый суп. Здесь семь наименований должно быть. Здесь вода, соль, изюм, мясо, рис. И сейчас еще айран добавим. Айран и курт будет. Семь наименований. Так, вот сейчас добавляем шестую. Айран. Так, это у нас будет седьмое. Это корт. Вот, вот это козу. Раньше казахи считали, что год делится на шесть месяцев – лето и зимы. Теплое время символизирует добро, а холодная зима – зло, а значит Наурыз. День весеннего солнцестояния – это праздник победы добра и своего рода Новый год. Наурыз не имеет никакого отношения к религии. Это день, когда звезды завершили свой путь вокруг Земли и начинают новый, чем не повод вкусно поесть. Так, это бульон у нас. Сейчас она закипит. И спустим тесто. Здесь мы приправляли сочни. Вот. Вкусняшки. Мы их накатали, чтобы они немножко уже были готовые. Что-то нужно, чтобы они не затронет их, чтобы они немножко полежали. Это лук, заправка. Это основное блюдо у казахов. Бешпармак – блюдо, без которого сложно представить казахский той. Это мероприятие можно буквально описать в трех словах. Очень много мяса. Вообще-то оно подается нерезанное. Это конина и баранина. По краям, чтобы красиво было. Продолжение следует... Мы садимся за стол, попьем чай. И к нам приходит мороз. Мы ему рассказываем стишки, поем. Он нам за это дает подарки. Это Новый год по мусульманскому календарю. Всех благ. Всех с праздником на Орд. Желаю всем здоровья, детям счастья, удачи. Мирного неба на мире. В 2009 году этот праздник был включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А 21 марта ООН объявил Международным днем Навруза. Урал в этот день не остается в стороне. Практически каждый город Свердловской области и каждая диаспора организовала празднование Нового года – Навруза. Свердловской области